Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённые в СССР» в студии. Я и её ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит каждый вечер. Звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете – nostalgia.tv.ru Звоните нам по телефону 617-5197. И группа с похожим названием. Сегодня у меня в гостях легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Леся песня». Среди обычаев прекрасных мне вспомнить хочется один. Он символ верности и счастья, от юных лет и до сихи. Ах, этот миг неповторимый, когда стучат, стучат волнованно сердца. И не забыть, как мы дарили друг другу нежно-нежно-нежно два кольца. Обручальное кольцо – непростое украшение. Обручальное кольцо – непростое украшение. Двух сердец – одно решение. Обручальное кольцо – непростое украшение. Двух сердец – одно решение. Обручальное кольцо – обручальное кольцо – непростое украшение. Двух сердец – одно решение. Обручальное кольцо – непростое украшение. Двух сердец – одно решение. И не забыть, как мы дарили друг другу нежно-нежно-нежно два кольца. Обручальное кольцо – непростое украшение. Двух сердец – одно решение. Обручальное кольцо – непростое украшение. Двух сердец, одно решение Обручальное кольцо Обручальное кольцо Непростое украшение Двух сердец, одно решение Обручальное кольцо Обручальное кольцо Непростое украшенье Двух сердец, одно решенье Обручальное кольцо Обручальное кольцо Обручальное кольцо Браво, духовая секция вовремя Это самая сильная секция Духовая в ансамбле Леси песни Впрочем, они и вокалисты сильные На самом деле долгожданные гости Потому что этот мир неповторимый Когда звучат, звучат, звучат Волнованные сердца И у меня всегда взволнованное сердечко бьется Когда я понимаю, что я не надел обручального кольца Сегодня, хотя женат достаточно давно Но что-то не нашел Простите, пожалуйста, не подготовился к нашей встрече достойно сегодня Мы подготовились А Мариночка тоже руки прячет Мы с тобой холостые будем считать люди сегодня Итак, я сегодня представляю вам замечательных людей Которых, в принципе, и представлять не надо По большому счету Если хотите, присаживайтесь Если не хотите, я тоже встану Вот как хотите, как вам удобно? Ну, и так, и так Владимир Петрович, Владимир Николаевич В общем, взгромоздились на эти высокие стулья Я тоже это сделал Да не один взгромоздился А вот с этой уникальной пластинкой Помните, были такие пластиночки? Мне кажется, в каждом доме они были Для вас, женщины Накануне 8 марта, как правило, их просто выметали с прилавков И первая песня, которая здесь Это все-таки песня «Обручальное кольцо» Шаинский и Рябинин Ничего не ошибаюсь в названии автора? Да, так точно Все верно, да? И вот с тех пор эта песня звучит такое огромное количество лет И на таком количестве свадеб, как мне кажется, она прозвучала Хотя записана была в Олимпийский год В 1980 год, как раз летом, в июле месяце Правда, Владимир Петрович? Я не ошибаюсь? Да, в Тодот Илье на Королеву 12 Вот здесь вот рядышком с нами восстанки написали, да? Да, да Записали песню и забыли про нее И уехали, и забыли про нее И уехали в Киев Да, в Киев ехали Да, в город-герой Киев, город-герой И забыли совершенно про эту песенку А потом она как к вам вернулась? А потом просто, ну как, начали восстанавливать репетуар Вспомнили, что есть такая песня И то есть она со временем, по-моему, все рейтинги побила популярности Ну, в силу своей актуальности, скажем так Потому что люди женятся и выходят замуж чуть ли не каждый день Поэтому как-то вот она так пошла, 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 пошла И просто, ну сейчас я бы сказал На одних из ведущих местах рейтингов популярности Никто не перебил по свадебности, я имею в виду эту песню До сих пор идет Олегрова как ни старалась свои свадебные цветы записать Все равно обручальное кольцо поет больше Ну вот так вот получилось, да Вот просто не... Ведь мы ее тоже писали, ведь какой-то передача заставки Мы же очень много песен записывали Для телевидения? Да, на телевидении заставкам каким-то передачам И веселые, как его... А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни Много еще всяческих там было Всякие а ну-ка еще прочее А ну-ка там или нет Да, да, да Ширик Рук, да Много было, да И вот она вот тоже записывалась в какой-то передаче Тоже мы сейчас, конечно, вспомнить не сможем И вот так вот история песни вот такая вот Вот удивительная вещь, да Не возлагаешь больших надежд, да Когда записываешь Наверное, на каждую песню все равно возлагаешь надежду Но так, чтобы вот на века не пишутся же песни Все равно какая-то идет, вот там, через года А какая-то там на несколько лет всего лишь остается Секрет песни удивительный Ну, он еще и композитор, надо сказать Владимир Шаинский, «Царство на небес» Да, вот недавно проводили мы его Хороший очень человек, позитивный такой Сто процентов позитивный Очень легкий в общении человек Не многие, кстати, знают, что это песня Шаинского Потому что я не случайно назвал авторов В последнее время их не очень называют Даже на песни года А раньше ведь это обязательно звучало Автор песни, исполнитель, диплом вручался В обязательном порядке авторам То есть Шаинский писал не только детские песни Которые мы знаем хорошо, очень Но и вот эту свадебную песню тоже написал когда-то он Да? Да, так получилось, что... На концерте обязательно заставляли Объяснять, рассказывать композитор, поэт Объявлялась песня Кто, где, что, когда То есть вы на своих концертах тоже это делали? Обязательно это делалось Это просто приветствует Я думаю, это было на официальных каких-то мероприятиях Которые телевидение снимало Это на всех концертах Коллектив, который исполняет песни Тоже был представить обязательно автор То есть написал эту песню И музыки, и слов Ну вот мы все знаем о том, что были В нашей жизни у меня в гостях было огромное количество режиссеров Которые гордятся теперь уже своими полочными картинами А раньше это была трагедия для любого творца Когда вдруг его творение кладут на полку на какое-то время А сегодня мы говорим, вот некоторыми говорят У меня тоже была полочная картина, да И вот эта песня, обручальное кольцо Тоже какое-то время полежало на полке, да? Ну, в принципе, да Марина мне в прошлый раз рассказывала эту историю, да? Да Что тогда, как раз в 80-м году цена на золото подскочила И непонятно, шутка это или не шутка Но полгода пролежала на полке эта песня Прежде чем вышла в свет То есть вот полочную песню, еще запрещенную мы сейчас с вами услышали Из андеграунда, доставшуюся нам Кстати, в прошлый раз, когда вы были у меня в гостях, если помните Вы спрашивали наших зрителей про обручальные кольца Про те истории, которые связаны у них с обручальными кольцами Цену мы тогда вспоминали, да, на обручальное кольцо Сегодня о чем спросим? Что по традиции? У нас есть традиция, вначале наши гости задают какой-то вопрос зрительской аудитории О чем сегодня будем спрашивать? Кто будет? На правах старшего и руководителя Владимира Петровича или в Мариночке? Ну, наверное, такой вопрос мы зададим нашей уважаемой публике Значит, какая песня из нашего репертуара Развучала в далекие уже теперь те годы 70-80-е В одном из мультфильмов, хорошо всем известных Всем известном в советском мультфильме, да? Конечно, все знают этот мультфильм То есть нет таких зрителей, которые бы этот мультик не знали Да, которые не знают этот мультфильм Ну, мы подсказочку, может, какую-то дали То есть в одном из мультфильмов звучит песня из репертуара нашего коллектива Коллектива «Леся песни» Вот такой будет вопрос С одной стороны, легкий вопрос, а с другой стороны, я так призадумался Что за мультик? Ну, судя по тому, что... Ну, может быть, кто-то сразу отгадал Пока не будем называть мультфильм Нет, потянем немножко, интригу создадим небольшую Итак, что за мультфильм? Очень известный мультфильм Каждый, рожденный в СССР, знает этот мультфильм Чуть было не сказал серию этих мультфильмов Может, тогда совсем проговорюсь И какая песня вокально-инструментального ансамбля «Леся песни» звучит в этом мультфильм? 617-5197 Будет и приз, причем раритетный приз за этот... За правильный ответ на этот вопрос А пока я за призом хожу Традиционная визитная карточка на моих сегодняшних гостей Вокально-инструментальный ансамбль «Леся песня» создан в 1974 году С середины 70-х годов «Виа Леся песни» являлся одним из ведущих музыкальных коллективов Советского Союза Тираж пластинок группы в СССР составил более чем 3 миллиона экземпляров Хиты коллектива «Прощай», «Кто тебе сказал», «Песня про сапожника», «Качается вагон», «Родная земля», «Обручальное кольцо» и другие Ансамблю было присвоено звание лауреата премии ленинского комсомола Кузбасса В 1978 году «Виа Леся песня» под руководством Михаила Шуфутинского Стал лауреатом первой премии второго всероссийского конкурса исполнителей советской песни в Сочи-78 На протяжении многих лет с ансамблем сотрудничали такие композиторы, как Добрынин, Тухманов, Хренников, Туликов, Мартынов, Шаинский, Матецкий и другие Сегодня вокально-инструментальный ансамбль «Леся песня» представлен музыкантами, авторами исполнения популярных песен Под руководством Валерия Селезнева, Михаила Шуфутинского и Виталия Кретова Так, все это о них, «Леся песня» в гостях у меня сегодня Любые вопросы можно адресовать, если вдруг не помните ни про мультфильм, ни про то, что звучало в этом мультфильме Вопрос очень легкий Просто мы подскажем через какое-то время, начнем уже такие наводочки давать, если вдруг Но хочется пока сохранить всю эту тайну 617-5197 Ну что, поем? Сегодня много поем, да? В прошлый раз много разговаривали, сегодня будем больше петь Песня «День за днем» имеет отношение к тому легендарному сериалу, который был в Советском Союзе? Так он назывался «День за днем»? Или это отдельная история? Нет, это отдельная история, отдельная песня Она к сериалу никакого отношения не имеет Просто вы сказали, что много писалось для телевидения Я подумал, вдруг это тоже история связана с телевидением Ну, там те, которые вот на пластинках Это да, это то есть писалось на ферме «Мелодия» где-то там, на радио Вот, в студии А те, которые передачи Ну, мы уже говорили здесь, что все их вспомнить просто невозможно сейчас Конкретные какие-то передачи, ну, вот «Ширик, Рук» я помню Все вспомнить невозможно, но есть одна главная передача в советском телевидении Для ансамбля «Рейси и песни», мне кажется Это «Служу Советскому Союзу» Служу Советскому Союзу Это уж отдельным идет, таким, выделенным красным шрифтом программ «Служу Советскому Союзу» была, значит, передача А, «Здоровье» была до передачи, Андрей Петрович, там была исполнена песня такая вот В программе «Здоровье» даже звучала? Да, была там, Андрей Петрович Бросил курить Бросил курить Он дружному последовал совету У Белечки, да, это было Чего себе, даже для здоровья писали Да Я-то думал, только пошли по военной тематике, послужу Советскому Союзу Да Это песни из спектакля «Хайта», да? Какая? Андрей Петрович Да, это вот Андрей Петрович Вечер Вечер Этот вечер, этот вечер Моноспектакль Геннадия Хазанова шел в театре «Страли» Автор «Хайта», да, вот Марина Напомна? Аркадий «Хайта», да, автор Там было веселые ребята, писали несколько песен и Лисе песни Андрей Петрович и этот вечер, там две песни Было из этого спектакля Ну что, звонков уже огромное количество Давайте через песню мы после-таки с вами начнем общаться, друзья мои Поскольку хочется сегодня и концерт услышать группу, которая не часто к нам доглядывает в гости День за днем следующая вещь, да? Да Слушай Да Вот ведь как порою получается Счастье от беды не отличается Так и не пойму, наверное, никогда Счастье ты мое и горькая беда То порой при встрече смотришь ласково День за днем зимой и весной Ты со мною и не со мной День за днем и осенью и летом День за днем грущу и змеюсь И себе признаться боюсь Что, быть может, все напрасно Сколько можно думать и загадывать И опять тебе в глаза заглядывать И счастливым быть от взгляда одного И не видеть в мире больше никого Вот ведь как порою получается Счастье от беды не отличается Снова ничего я сделать не смогу Поклянусь, не приходить и прибегу День за днем зимой и весной Ты со мною и не со мной День за днем и осенью и летом День за днем грущу и змеюсь И себе признаться боюсь Что, быть может, все напрасно Это ла-ла-ла ла-ла-ла День за днём, зимой и весной Ты со мною и не со мной День за днём и осенью и летом День за днём грущу и змеюсь И себе признаться боюсь Что быть сможет, всё напрасно это Как порой получается Вот так вот день за днём мы выходим в прямой эфир, друзья мои И не зря выходим для того, чтобы хотя бы в какой-то из дней Или вечеров приходили к нам такие замечательные музыканты Лейся, песня у меня в гостях сегодня 617-5197 Начинаем общаться со зрителями, как я и обещал, через песню Только сразу не признаёмся, если вдруг верный ответ прозвучит Дадём возможность нашим зрителям дозвониться Пофантазировать, повспоминать советскую мультипликацию И тот музыкальный репертуар, который включала в себя эта мультипликация Александр из Санкт-Петербурга Александр, добрый вечер, слушаем вас Добрый вечер Этот мультфильм называется «До погоди» В одной из серий «До погоди» Там, где порог был выкид из музея Звучит песня вещества «Водобрения» Ну, про нет песня вещества «Водобрения» Качается вагон Качается вагон Хорошо, интересная версия В конце программы мы подведём итог Сохраним интригу какое-то время Послушаем других зрителей Вдруг у них в памяти какие-то совсем другие мультфильмы Олег из Воронежа Олег, добрый вечер Олег, добрый вечер, слушаем вас Видимо, то же самое хотели нам ответить Уже не слышим вас, Олег Кто на прямой связи с нами сейчас? Владимир из Минска Владимир, добрый вечер, здравствуйте Здравствуйте, уже сказали вот только что Я думал, что первым году не получилось Это из «Ну, погоди», конечно же, да А песня какая? Да, так что Ну, качается вагон, да Качается вагон Слушайте, какие вы знатоки все Вот мне бы задали этот вопрос Я бы голову сломал, наверное Хорошо, спасибо вам за ответ Чуть позже подведём итоги Ренат из Тольятти Ренат, добрый вечер, здравствуйте Слушаем вас Добрый вечер Я предполагаю, что это песня из мультфильма «Пластилиновая ворона» Пластилиновая ворона Еще вариант А может быть «Татара» Па-па-ра-па-па-па-па-па И вы думаете, это леся песня пила? Хорошо, интересная версия Игорь из Москвы Игорь, добрый вечер Алло Алло, Игорь, говорите Да, Володь, вечер добрый Да, интонацию вашу уже узнаю Ну, мой ответ такой Что это, ну погоди Только там не в музее, а в покое дом бегал И от станции «Любовь» до станции «Развуки» Вы что-нибудь про Шафутинского спросите Да, ну почти про Шафутинского Только немножко в другую тему Вот как бы приходили представители другой леся песни Они там заявили, что чисто сольных женских голосов Ну, в смысле песен Не было у леся песни Вот хотел бы вот Мариночке вопрос такой задать Есть ли у ней в репертуаре вот чисто вот ее песню Которую она исполняет вот в этом коллективе Ну если можно, не знаю, там Можно ее исполнить или нет А то просто один мужчина поет Какую песню, Марина, поняла какую? Ну, большое спасибо, раз вопрос адресован ко мне Я быстренько пробегусь Я пела песни в ансамбле «Лейся песня» Когда мы только пришли с Володей в ансамбле «Лейся песня» Мы принимали участие в записи песен Анны Герман Это песня «Белая черемуха» и вторая песня Как она называется, Володь? Вторая песня Что-то там с весной связано Да, и после того, как... Ждите весну? Обязательно ждите, которая... Ждите весну, обязательно ждите... Ждите... Не эта песня была? Нет Это просто тоже песня Герман была Тоже забыла, да? Вот так бы и слушал, Маринечку, весь эфир сегодня Бокалист Значит, после того, как Анна Герман, естественно, уехала Какое-то время я пела белую черемуху в ансамбле «Лейся песня» Затем я пела, выходя за рояль, просто садилась, пела песню «Белая лебедушка» такая была песня Очень-очень красивая Мне доставляло огромное удовольствие просто сидеть, петь одной Ребята в это время могли покурить А сейчас тебе не дают такой возможности, Марин, попить одной? Попить одной, ну, я надеюсь Дают, да? Иногда выходят тоже покурить, ребята Я надеюсь Да? Да, что ли Ну, выходит, поэтому приходится... Они уже не курят, понятно, молодцы На конкурсе, где мы одержали победу на втором туре Я пела сольную песню Серафима Туликова Пришла любовь, трава зеленая, еще не скошена, пришла любовь ко мне Такая лирическая, хорошая песня Вот, мне было в ту пору 18 лет, мне дали диплом даже Чего себе, уже награду получила, да? Ну, диплом, да Диплом фестиваля этого Вот, затем, значит, после того, как мы с Володей... Помните, да? Бантики, которые были на Марине тогда, да? Да, записали песню Обычальное кольцо, Владимир Яковлевич предложил мне записать сольную песню История с географией, она получилась милая, такая очень школьная песня И на эту песню, кстати, снял клип Евгений Гинзбург, который делал бенефис Бенефис знаменитый, да Получилось очень-очень красиво А поскольку это 82-й или 83-й год, я думаю, что где-то это хранится Наверное, в архивах есть, если Гинзбург снимал То есть, какие-то сольные песни, потом была работа с Мартыновым То есть, песен было достаточно много, получается Песен много было достаточно, просто у меня не было такой, вы знаете, не было такой задачи Вот, записать что-то, записать, работа ради работы просто для меня, это мое кредо Мне нравится петь, мне нравится эта песня или еще какая-то Конечно, нужно, но что касается записи на пластинку То История с географией, да, она вышла, на пластинке присутствует и где-то есть клип Ну, коль вспоминали сегодня Анну Герман, давайте все-таки увидим ту песню, которую и Марина Школьник тоже пела после Анны Герман Просто участие Анны Герман в коллективе Лизи Песни, это все-таки веха в истории ансамбля Поэтому давайте не пропустим эту веху сейчас, потом вернемся Белая черемуха душистая Щедро зацвела в моем краю Только не могу никак решиться, я не могу открыть любовь свою Я иду тропинкой из винистой, и встают деревья на пути Птицы от тебя поют в заливе сна, обещают мне тебя найти Белый цвет, черемухи цвет, это весны веселый привет Пусть везет тому, кто верит и ждет Сердцу всегда, любовь, дорогу найдет На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Добрынин, да, уже? Потому что мы показывали, как-то запись, когда Добрынин с Герман записывает эту песню просто. Михаил Захарович уже был. Захарович уже был тогда, Добрынин уже не было в этот период времени? Добрынин в ключе, он только песни писал для того, чтобы... У меня такая версия, то есть та запись телевизионная, где показывают, где сидит Михаил Захарович, да, и Добрынин, и... Это репетиция была. Это репетиция, это была репетиция этой песни, а позже поменялся коллектив, как раз, когда мы пришли мы с Володей, и сама запись песни, она состоялась в ДЗЗ. А Герман только одну песню исполнила, да, вот эту песню? С нами, да. С вами только одну песню, да? Нет, которую мы показали, которую показали. А вторая песня, вот мы сейчас вспоминали, я вот не помню название. А, вот вторая та песня, которую мы тогда исполнили. Всегда записывали несколько песен, а показывали телевизору буквально вот строк. Ага, понятно. Вообще, по кому пришла в голову пригласить Герман? Добрынину, конечно. Добрынин, конечно. Да там целая эпопея была, когда... Наверное, да. Они сказали, значит, что... Или она будет, значит, выступать одна, но в смысле песни мы их не выпустим в эфир. Она сказала, значит, я не буду петь. Она пошла просто на принцип. Вот молодец, женщина, царствие ей. То есть Герман, да, сказал, если не будет коллектива, то... Да, я не буду петь эту песню. То и песни в моем исполнении тоже не будет, да? Да, 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 да. И вот только... Слушай, а какой огромный коллектив-то был тогда, вот сейчас. Там какая... И у вас и сегодня духовая секция сильная, я это отметил после первой песни. А там так было какое количество народу, да, по тем временам? Ну, да. Это вы сейчас в квартет преобразовались. А тогда сколько был человек-то? 12. 12 человек, да? Есть, если Михаил Захаровичем, 12. 12, вместе с руководителем, да? Да. Ну, я сейчас заметил в клипе, похоже, музыкальный инструмент. Это вот тот самый? Нет, вот она и вот эта труба, и этот трубач там играл в этой песне. А каусы у него черные были. Да, я был кудрявый. Да, да, да. Вы сейчас кудрикепкой прикрыли, я понимаю. Прикрыли. А труба та же самая, да? На протяжении не одного десятилетия по-прежнему на ней, да? Ну, взрослая барышня, да. Взрослая барышня уже. Следующий звонок от Лидии. Лидия, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Владимирская область. Очень приятно. Как всегда, спасибо каналу «Ностальгия» за эту встречу прекрасную. Угу. Вот. Я хочу ответить на вопрос. Я думаю, что это был мультфильм «Бременский музыкант» и вторая часть. Когда они подкрыли, в бою-баюшки, в бою. А, слушайте, тоже интересная какая версия. Интересная версия. Я вот почему эту пластинку держал в руках? Потому что звонил Игорь, во-первых, а Игорь поклонник шансона и Шафутинского. Я думал, что он про Шафутинского спросит. А, во-вторых, эта пластинка, несмотря на то, что это действительно раритет абсолютный, будет сегодня подарена тому, кто первым назовет точный ответ на вопрос, который прозвучал. Это вот такой миньон ансамбля «Веси песни». Вот как раз здесь Михаил Захарович выделяется в красным цветом. Сегодня Марина школьник в красном, но еще кое-кто в красной обуви и футболке красивой. А тогда вот Михаил Захарович выделялся вот таким красным цветом на этой пластинке. Сегодня мы его вам обязательно подарим. Олег из Воронежа. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Ответ такой. Это качается вагон в мультфильме, но в конце счастья, когда он выкидывается из окна. По-моему, дома детского творчества или юного техникума, что-то такое. Спасибо вам большое за версию. Эта версия звучит не первый раз. Насколько она точна, мы подведем в конце программы. Итог сегодня. Слушайте, ну какую-то криминальную историю вы нам рассказали. Не детскую совсем. Он выбрасывается из окна и поет эту песню. Вот так со стороны послушаешь. И на лету. И на лету, да, звучит эта песня. Сейчас не выбрасываясь из окна, а подойдя к микрофонам, мы исполняем песню «Наше лето». Да? Следующая. Эта вещь звучит. А потом будем продолжать общаться. А потом будем продолжать общаться. И он уйдет за горизонт. За горизонтом где-то Ты-то забудешь лето Ты зублочное лето И тичьи голоса Я это все быть сможет Забыть сумею тоже Вот только не сумею Забыть твои глаза Забыть твои глаза Пока печалится нам рано Но все равно Но все равно Ведь день придет Осенний верный вид погрянный На землю тихо упадет За горизонтом где-то За горизонтом где-то Ты позабудешь лето И зублочное лето И тичьи голоса Я это все быть сможет Забыть сумею тоже Вот только не сумею Забыть твои глаза Забыть твои глаза Встают прозрачные рассветы И звезды падают во тьму А я грущу в разгаре лето И точно знаю почему За горизонтом где-то Ты позабудешь лето И зублочное лето И тичьи голоса Я это все быть сможет Забыть сумею тоже Вот только не сумею Забыть твои глаза 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 Ну попробуй Забыть твои глаза Готовы Забыть твои глаза невозможно их, особенно Мариночке, школьнике, я не могу забыть, глаза, сколько вот, как не видимся, глаза все время вспоминаю. А видимся не часто, к сожалению. Хотя вот ты приходила ко мне, я с Кобзоном, по-моему, проводила, да, какую-то творческую встречу? Да, прекрасная творческая встреча была. Это Синевская была, Кобзон, да? Кобзон. Кобзон. Родной для вас человек, по сути дела, да? Да, да. Человек, который выручал коллектив неоднократно. Да, да. Я вот сегодня не зря наградами и орденами, как Кобзон, увешан. На самом деле все это принадлежит ансамблю «Леся Песни», и каждая из наград легендарна. Вот это вот, это вот Сочи, да, Миндалька? Это вот когда вы стали, получили первую премию на фестивале «Сочи-78», да? Да. Я почему про Кобзона вспомнил? Потому что он тогда помог и отстоял, да, коллектив? Да. В тот период времени, когда вы для некоторых были перебежчиками из одной филармонии в другую, да? Мы хотели просто снять. Просто снять с конкурса хотели, да? Хотели снять, и Иосиф Давыдович просто там, как говорится, стукнул кулаком и сказал, если вы их снимете, я уезжаю, значит, в Москву. Председателем жюри был. Он председателем жюри был. Я уезжаю в Москву, и вот тут без меня это все остальное. Какие глыбы за вас заступались неоднократно? Вот Герман мы вспоминали, да, несколько минут назад. Кобзон поступил так же, да, по-человечески в те времена уже, да? Да, да, да. То есть мы у Иосиф Давыдовича очень многим обвязаны, в принципе. Он, ну, то есть восстановил, скажем так, справедливость. То есть коллектив, мы-то, в принципе, не виноваты были. Мы вместе много работали на концертах, поэтому он нас знал, как коллектив, как музыкантов, как исполнителей, которые работают не просто так, а работают серьезно и на серьезном, высоком уровне. С ним, ведь вообще с Кобзоном работать на одной площадке очень, ну, почти невозможно. Он очень... Петь не дает или что? Он просто очень профессиональный. Во-первых, у него музыканты были шикарные совершенно, самые лучшие работали с ним. И он, как вокалист, он занимал, естественно, самую высокую строчку всегда, и до сих пор занимает, поэтому с ним равняться. И к нему очень сложно было попасть в программу, если были программы вот такие вот на больших стадионах. Приглашал такие серьезные коллективы. Ну, и вот мы как бы одни из коллективов. А сколько раз мне Кобзон рассказывал о своих выступлениях на комсомольских и прочих стройках, на БАМе в том числе, да? И на той нашей встрече, которая была в Доме литераторов, тоже рассказывала все эти истории. Почему про БАМ заговорил? У меня же еще одна награда здесь. И тоже награда группы ансамбля «Леся песни». Вот как раз вот этот значок, видно его сейчас в крупном плане? А, вот видно. Видно вот так вот, чтобы он не моргал, не сиял. Я могу вам показать. Это за БАМ, да, получен какой-то памятный знак? Да, это Байкало-Амурская мысль. То есть тоже поездили, да, по разным стройкам. Мы на БАМе были, наверное, не раз. Целые вагоны, как поезда, поезд «Дружба», поезд, там еще чего-то назывались «Красные гвоздики». Там куча всевозможных названий. Огнемагистрали называлось еще. То есть вот чуть ли не каждый год, в августе или август-сентябрь в это время, поскольку там же все-таки места не очень комфортные. А дорожка буквально одна, пускай коллегку строили же там. А желающих много. А желающих не только было много. И выступить тоже, да? Ну, приглашали, а почему отказаться? Ну, на самом деле, я бы был весь, если бы Женя, директор коллектива, принес много наград. Я бы, наверное, как Леонид Ильич Брежнев, был бы увешан памятными знаками и наградами. Ну, вот только две памятные в данном случае есть, поэтому я не мог про них не рассказать. Чтобы вы не думали, что это я, что это все Леся Песня. А Татьяна из Москвы. Татьяна, добрый вечер, слушаем вас. Татьяна, ну вы из Москвы, могли бы и подождать какое-то время. Олег из Ульяновска. Олег, добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте, ансамбль Леся Песня. Здравствуйте, Олег. Вот, я хотел бы внести ясность по поводу песни «Белый черемух». Это я помню, мне 11 лет было, в 77 году. Это была программа такая, политическая. Александр Каверднев ввел программу «Содружество», и там была премьера песни «Белый черемух», и репетиции, отрывочки показывали. Знаю, что Шахутинскому пришлось бороду ради этого сбрить, чтобы появиться наряду со своими участниками Леся Песня. А я хотел бы такой вопрос задать. А известный ли член группы, как бы, как живет Валерий Селезнев, один из первых руководителей ансамбля. Потому что я знаю, соло-гитарой был в ансамбле «Самоцвета» еще, помимо Леся Песня. К сожалению, у него нет в живых. Но он уже ушел от нас. Так что, так как-то. Давно уже. Ну вот сегодня неоднократно вспоминается имя Михаила Захаровича Шахутинского. Действительно, для него это тоже этап. И сколько бы мы с ним не встречались, вы сейчас увидите фрагмент из двух наших встреч. А в программе, рожденной в СССР, он всегда с большой нежностью, любовью и теплотой вспоминает тот период своей работы с коллективом. Давайте слушать, потом вернемся. Для меня было большим удивлением, что вы не пели в Лесе песни. Вы были там действительно музыкантом. Я был руководителем. Вы были руководителем коллектива и музыкантом. Да, я делал вокальные аранжировки для тех людей, которые были певцами в этой группе. Ну, я подпевал. Я участвовал в записях, когда мы записывали какие-то песни в альбомах. Я пел в группе. Как бы, ну, это несложно для меня. Это несложно, потому что я учился, наверное, на дежурстве в хоровом факультете. Главный предмет был хор. И нас там учили и заставляли петь. Поэтому как-то я пел так или иначе. Ну, никогда не считал себя таковым. Анцебль «Жив и сегодня». Вы, наверное, знаете про это. Я знаю о том, что их несколько. Да, и даже несколько. Тот самый оригинальный, который сегодня собрался снова. Там есть все его участники. Это именно те люди, с которыми я когда-то работал. Они недавно приходили ко мне на концерт. Мы общались. Здорово, что они снова начали. Они поют те самые песни в том самом варианте. В той самой моей аранжировке, так как они это делали, играли и пели. Это здорово. И мне очень понравилось. Ну, Михаил Захарович действительно оценил сразу то, что аранжировки 70-х годов были сохранены. Таким образом, вся интонация тех песен, которыми мы наслаждались тогда в 70-х, уже потом в 80-х годах и позже, она как раз была из той самой ностальгии, когда только было начало этих песен. Вы их особенно уже не осовременивали, да, спустя время? Ну, чуть-чуть. Я там пытался какие-то песни более свежие. Не дал. Задумывалось именно так, потому что именно в таком варианте, как вот Михаил Захарович сказал, что в тех аранжировках, даже почти ни одну песню, даже ни в тональности не опустили. Пару штук, наверное, или три песни мы на полтонечка, на тонечку опустили. Ну, вы все поработали, да, с Мишей? Все поработали в тот период времени, когда он руководил. А сколько он руководил по времени коллективом? Год-два? Да нет. Больше, да? Это было уже после Магадана, да, у него? Да. Да-да-да-да. После Магадана и перед Америкой. 76-й, 79-й, 79-й где-то он так вот. А что изменилось в коллективе с приходом Миши? Все. Ну как, все, видимо, изменилось. Потом, во-первых, состав поменялся. При нем вот именно вот те, которые здесь сидят, и те, которых с нами нет по ряду причин. Там у нас уже два человека, значит, с нами нет. Да, не Владик, а не Максима Капитановского. Вот. А так поменялось то, что, ну... Ну, не знаю, ну, состав. Именно вот тот состав, те аранжировки, которые вот Михаил Захарович сказал, мы оставили, то есть не меняя ничего. Нам говорили некоторые, что вот это все там старье, там и так далее. Так уже никто не звучит, так никто ничего не поет. Но именно задумывалось так, чтобы вот именно на стальже, именно вот те люди, которые приходили к нам на концерты 40, там, 30 лет назад, 40, там, с лишним, 45 лет назад. Чтобы они чувствовали ту интонацию. Конечно, плачут, плачут, сидят, плачут на концертах, вспоминают. Видимо, у каждого свои какие-то с чем-то связаны какие-то воспоминания. У каждого там вот в зале видно все. Ну да. Сидят, плачут, после концерта подходят, благодарят там и так далее. Ну, мы и поняли, что, значит, мы были на верном пути, значит, мы все правильно сделали. Следующая песня совсем не плаксивая. Настройтесь на танцевальный лад, друзья мои, да? Наоборот, потанцуем с сапожником вместе. А, как я. Начинал сапожник песню целый день. И сегодня сочиняю все, кому не веет. Он за это дело взялся в первый раз. Удивить хотел, наверное, нас. Только не надо перебивать. Только не надо переживать. Может быть, вылет, а может, нет, нет. Новая песня, не спрошь, не вред. Ла-ла-ла-ла-ла. 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 А-а. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Если бы ты очень строго, он такой. Найлучший он сапожник парень неплохой. Но попал в течение воды, он как раз. Удивить хотел, наверное, нас. Только не надо перебивать Только не надо переживать Может быть вылет, а может нет Новая песня вместо шлиплет Пусть мы встретились примерно через гор Не узнал его я сразу, только ныль не тот Шел сапожник наш веселый и посоль И мотив черпел какой-то свой Только не надо перебивать Только не надо переживать Может быть вылет, а может нет Новая песня вместо шлиплет Только не надо Только не надо Может быть вылет, а может нет Новая песня Новая песня, новая песня Вместо шлиплет Браво! Вот сегодня Евгения Генсбурга мы вспоминали уже Эта песня тоже была записана когда-то для одного из мюзиклов Да, в исполнении Гурченко и Джигарханяна В бенефисе, в одном из бенефисов она звучала Ну это уже после Да, после конечно Да, да, да Мюзикл какой-то был, да Вот для меня поразительно Мы сегодня вспоминали конкурс в Сочи В 78-м году, который проходил там Они пели удивительные вещи В прошлый раз, кстати, мы пели эту песню здесь Родная земля Это тоже звучало в Сочи, одна из песен Даже мой мороз-мороз был разложен по голосам Вот тогда в Сочи в 78-м году Еще одна очень красивая песня Была записана ансамблем Для программы «Утренняя почта» Давайте смотреть Сердце, тебе не хочется покоя Сердце, как хороша на свете жизнь Сердце, как хорошо, что ты такая Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить Любовь нечаянно нагрянет Когда ее совсем не ждешь И каждый вечер сразу станет удивительно хорош И ты поешь Как много девушек хороших Как много ласковых имен Но лишь одно из них тревожит Унося покой и сон Когда влюблен Вот такая красивая песня Она в «Утренней почте» была снята И обратили внимание, как раньше снимали Посадили в высокую траву В кусты какие-то Взяли на одном общем плане И вот так до конца И потом уже проходочка была В красивом парке в каком-то, да, Марин? Это Государственный музей Заповедник Царицы А, это в Царице на съемке были, да? Да, да Красивая вещь А Валентина из Тюмени на прямой связи В Тюмени уже ночь, да, Валентина? Доброй ночи Сейчас Валентина все по телевизору прослуживает Что мы говорили до этого Валентина, доброй ночи Слушаем вас Ну, я звоню на канал Да, мы вас слушаем Мы вас слышим Вы уже в эфире Мы сейчас себя услышали у вас дома по телевизору Кому мне говорить? Кому-нибудь говорите из нас Мы слушаем Всем Всем говорите сразу Вы в эфире Говорите, пожалуйста Ну, я хочу ответить на вопрос Пожалуйста Какая ваша версия? Какой мультфильм? Кто? Я звоню на канал А, Володя, здравствуйте 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 Здравствуйте, Володя Здравствуйте, ансамбль Лейка, песня Здравствуйте Говорите, говорите Говорите, времени у нас мало Пожалуйста, говорите Мультфильм Ну, погоди Так А песня? Песня Качается вагон Здравствуйте, Володя Здравствуйте, ансамбль Спасибо большое Спасибо большое Ну, прозвучала сегодня версия точная На ваш вопрос Владимир Да То есть, самый первый телезритель Дозвонившийся нам Из Санкт-Петербурга По-моему, да Три мультфильма назвали Но версия Скачается вагон Самая первая То есть, все-таки Это качается вагон Это, но погоди Какая серия? 14-я, по-моему 14-я серия, но погоди Получается, Александр из Санкт-Петербурга Вы получаете этот подарок чудесный По-моему, вы первым назвали Точный ответ Точно ответили на этот вопрос Но, может быть, поддержим всех Кто нам звонил сегодня Исполним ту самую песню Про которую вы спрашивали Да? Сможем это сделать? Да, можно Давайте 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 КОНЕЦ Как мы любили, теперь осталось вспоминать Есть еще крылья, но не летать нам, не летать Кто бы влюблялся, когда-то заранее все знал Вот и остался без макроли пустой вокзал Качается в окон, стучат колеса глухо Так хочется сойти, но остановок нет От станции любовь до станции разлука У нас с тобой не лет, у нас с тобой не лет КОНЕЦ Как мы любили, границ казалось счастью нет Может, забыли какой-то важный мы секрет Тучи нависли, и звезды грустно смотрят вниз И не сойтись нам, как этим рельсам не сойтись Качается в окон, стучат колеса глухо Так хочется сойти, но остановок нет От станции любовь до станции разлука У нас с тобой не лет, у нас с тобой не лет Качается в окон, стучат колеса глухо Так хочется сойти, но остановок нет От станции любовь до станции разлука У нас с тобой не лет, у нас с тобой не лет Как мы любили, теперь лишь можно вспоминать Качается в окон, стучат колеса глухо Так хочется сойти, но остановок нет От станции любовь до станции разлука Так хочется сойти, но остановок нет От станции любовь до станции разлука У нас с тобой не лет, у нас с тобой не лет Качается в окон, стучат колеса глухо Так хочется сойти, но остановок нет От станции любовь до станции разлука У нас с тобой не лет, у нас с тобой не лет Браво! Ну вот, Женя свидетель, все операторы, что я танцую вместе с коллективом На протяжении всего сегодняшнего вечера Насколько эти песни танцевальны Мы говорили с вами про конкурс в Сочи Я забыл про этот документ, который, оказывается, не только памятными знаками был награжден ансамбль «Леси песни» Но и денежной премией некой, да? Да 800 рублей по тем временам сумасшедшие деньги Да, вот так стоило, столько денег стоило Серьезно, заплатили эти деньги, да? Да, но мы их не получали, кто-то получал, потому что в этот же день, по-моему, после объявления результатов конкурса Да, да Мы сели и улетели в Бердянск А, вот так С Кобзоном как раз А, с тем же Кобзоном как раз улетели Да, да, да Пластинок здесь много, я вам все еще не показал, друзья мои Вот даже был экспортный вариант группы Вот такая пластинка, вы помните, наверное, да? Шире круг пластинка Вот «Леси песня» экспортный вариант Спасибо вам за то, что пришли сегодня В следующем году буду ждать вас снова, потому что год юбилейный 45 лет коллективу, да? Кто-то начал уже сегодня отмечать, правда, некоторые 45-летия Да Вам хочется обязательно пожелать, чтобы мы еще увиделись накануне той даты В 2019 году, да? Когда будете? 1 сентября 1 сентября Вот слово пойдет Кто-то уже отметил Я бы буквально пару секунд хотел бы Последнюю песню должно успеть Да, да То есть сейчас вот спекулируют на нашем названии В городе Владимире недавно прошли юбилейный концерт Как там было объявлено, значит, нашими, так сказать, друзьями в кавычках Юбилейный концерт Значит, мы извиняемся за этот юбилей перед жителями города Владимира и города Мураба Простите нас, что вот у нас вот такие вот недобросовестные двойники есть Мы надеемся все-таки приехать к вам в город и во Владимир и в Муром На настоящие 45 лет На настоящие 45 лет, я думаю, это будет в 2019 году То есть тур у вас будет серьезный, да, по городам? Ну, мы собираемся, да, потому что 45 лет мы собираемся, значит, отметить это и приехать именно в этих городах Спасибо вам за участие в сегодняшнем Извините, что тороплю Очень хочу еще одну песню хотя бы услышать в вашем исполнении Какую? Кто тебе сказал, заканчиваем, да, этой песней, если не возражаете? Леся, песня была у меня сегодня в гостях Прошу вас Прошу вас Лай-ла Лай-ла Продолжение следует... Ты помнишь, плыли в высшине И вдруг погасли две звезды Но лишь теперь понятно мне Что это были я и я Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Прощай, среди снегов, среди зимы Никто нам лето не вернёт Прощай, прощай Прощай, вернуть назад не можем мы В июльских звёздах небосвод Прощай, ничего не обещай И ничего не говори А чтоб понять мою причаль Пустое небо посмотри Ты помнишь, плыли в высшине И вдруг погасли две звезды Но лишь теперь понятно мне Что это были я и ты Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- День приходит в города Прощай, прощай Прощай, прощай Прощай, мы расстаемся навсегда Под белым небом января Прощай, ничего не обещай И ничего не говори А чтоб понять мою печаль Пустое небо па Смотри Ты помнишь, был и жене И вдруг погасли две звезды Но лишь теперь понятно мне Что это были я и ты Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Субтитры сделал DimaTorzok